Только что Людмила Бычкова вошла в квартиру, где еще недавно все напоминало ей о трагедии в сильном пожаре. Пламя вспыхнуло в многоэтажке в конце ноября. Дотла огонь выжег всю мебель, от квартиры не осталось ничего. Полностью, полностью было все сгоревшее, и стены, и плитки, и полы. Все было невозможно, было даже зайти. С ужасом вспоминает о случившемся и Светлана Санякович. В момент пожара она находилась дома. Проснулась, вспоминает девушка, от едкого запаха гари. Увидела, выглянула в окно, что разлетается крыша, выглянула, увидела пламя и начала будить соседей. Но у Жени горел свет, и мы в темноте, ловили кошек, людей выводили. Слава богу, все живы, это, естественно, самое главное. Но квартира пострадала очень, там залив был. Всего в пожаре пострадали 19 квартир, 4 требовали капитального ремонта. На место оперативно приехали все спецслужбы и представители администрации, которые организовали необходимую помощь жителям многоквартирного дома. Тем, кто нуждался, предоставили временное жилье. Во время ремонта собственники могли сами выбрать, какой будет их квартира. Свет стен, пола и плитки. Люди довольны, что их не оставили в беде и пришли на помощь. Кроме того, люди, которые потеряли мебель, потеряли технику в результате залива после возгорания на кровле, они получили социальные выплаты от наших депутатов по инициативе главы города Мира Владимировича Волошина. Тем, чье жилье пострадало больше не от пожара, а от его последствий, по ходатайству депутатов была выделена дополнительная материальная помощь 400 тысяч на восстановление бытовой техники и мебели. На протяжении нескольких месяцев процесс ремонта контролировал лично депутат Николай Томашов. Мы сравнились с жителями данного дома. Я старался каждую неделю посещать данный адрес. На сегодня уже, как я сказал, очень приятно приходить и видеть благодарных жителей, смотреть, как сделал ремонт. Некоторые семьи смогли вернуться домой уже через пару месяцев. Где-то потребовался более тщательный ремонт. Совсем скоро Людмила и ее четверо детей смогут жить в уже обновленной квартире. Нина Бережная, Руслан Сафин, новости Кимки ТВ.